В Казахстане стартовала осенняя призывная кампания, которая продлится до конца декабря. С подробной информацией об этом на площадке региональной службы коммуникации выступили представители Министерства обороны Алматинской области. Специалисты ведомства призывали граждан к добросовестному исполнению воинских обязательств. Подробности у Жандоса Назарбаева. Ежегодно весной и осенью проводится призывная кампания. В соответствии с законом граждане в возрасте от 18 до 27 лет проходят медицинскую комиссию. В нынешнем году по Алматинской области в ряды вооруженных сил страны планируют призвать более 1700 юношей. Из них свыше 850 человек будут проходить службу в воинских частях Министерства обороны. Остальные 920 направятся в Национальную гвардию, в пограничную, а также службу государственной охраны. На данный момент у нас уже призывная кампания с 1 сентября началась. Она будет длиться до 31 декабря. Как я ранее сказал, на основании указа президента и постановления Акима области. На сегодняшний день у нас уже с нашей области в ряды пограничной службы призвано 97 человек. Стоит отметить, что в этом году законодательно закреплены льготы для солдат. Военнослужащим, выполняющим долг перед Родиной, предусмотрена отсрочка по выплате кредита. Ежемесячный платеж приостанавливается и откладывается на целых полтора года. Один год в период прохождения службы и еще полгода после. Эта мера будет действовать до тех пор, пока демобилизованный нетрудоустроится. Кроме того, не останется без внимания и вопрос получения бесплатного высшего образования. На сегодняшний день по этой программе более полутора тысяч граждан, прошедших срочную воинскую службу, бесплатно обучаются в высших учебных заведениях страны. На срочную воинскую службу призываются граждане с соответствующими физическими и морально-психологическими качествами в соответствии с законодательностью Казахстана. На сегодняшний день имеется положительная динамика среди молодежи, многие из которых... Исполнение воинского долга – конституционная обязанность каждого гражданина Казахстана. Однако сегодня различные события, происходящие в этой военной сфере, меняют взгляды общества. В связи с чем в стране проводится ряд мер, направленных на улучшение условий для призывников для более комфортного прохождения службы в рядах вооруженных сил страны. Жан Дос Назарбаев, Аружан Мурат Кузыбек, Жан Кенжибай, телерадиокомпания ЖТСУ, Алматинская область.